Добрый день! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Беков. Ну что ж, на дворе июль. Июль – это время не только отдыха, это время поступления в ВУЗы. А известно, что сейчас очень актуально, да и, собственно, не только сейчас, уже не одно десятилетие, такая специальность, как экономик, а еще и управленец. О том, насколько сейчас народ активно идет на факультет, как раньше говорили, а теперь поступать в Институт экономики и управления, об этом мы поговорим, как раньше говорили, с деканом, теперь с директором самого института, Давид Ильичом Улашвили. Давид Ильич, добрый день! Добрый день, Дома! Добрый день, скажите, насколько сейчас активно идет народ к вам поступать на вот эти специальности? Да, как всегда, спрос на наши направления специальности очень большой. Пока еще идет прием документов, я думаю, что абитуриент хорошо осознает, куда пришли, и родители тоже. И в итоге очень быстро им придется принять решение, окончательно принять решение и стать студентами нашего Института экономики и управления Тверского государственного университета. Как всегда, спрос очень большой. Как всегда, документов очень много подано. Но я имею сейчас в виду, что люди часто уже определились, у нас уже есть приказы о зачислении, мы уже сделали несколько приказов о зачислении. Но еще время есть, конечно, но я бы все-таки посоветовал, чтобы на долгий ящик не откладывать абитуриентов принять решение. Они должны дать согласие о зачислении, чтобы они уже потом некое время у них было в запасе, чтобы они могли еще и отдохнуть. Павел Ильич, экономическая политика ситуация особенно в последнее время, в последнем месте сильно меняется в мире, в России, соответственно, тоже. Скажите, в этой связи, насколько вам приходится активно корректировать вашу образовательную программу? Насколько вы видите, что с курсом доллара происходит? Опять-таки вопрос санкций и так далее. И вот вы сидите, что у нас в дом телевизор смотрится, так, а вот тут бы нам надо подкорректировать. То есть идет ли сейчас, насколько активна эта работа, чтобы знания были актуальны, самое главное? Совершенно правильно, потому что рыночная экономика это такая система, когда факторы, которые составляют эту самую систему, они меняются постоянно. Меняются, потому что ситуация такая. А мы с вами, конечно, хотим иметь стабильную среду, но об этом только приходится мечтать. Соответственно, сложить руки и дожидаться такой ситуации, когда нас все устроит, это не выход. Наоборот, мы должны эту систему подстроить под себя. Поэтому все, что мы учим нашему студенту по любому специальности, по любому направлению, это как раз изучение, прежде всего, внешней среды. А изучение внешней среды дает нам понять, что вообще происходит, каковы тенденции развития этих важных факторов и какие закономерности развития общества и рынка задействований. И когда мы, то есть мы ставим диагноз. И когда мы поставили диагноз, потом уже выбираем, как воздействовать на это, то есть как лечить. И здесь уже выбираем методы, то есть инструментарии. Вот этот метод в этой ситуации дает нам вот такой результат, а этот метод в такой ситуации дает такой результат. И соответствующим образом специалист должен знать, в банкере он работает, ага, чтобы удержать инфляцию, надо вот это применять, потому что это произошло вот этого. Если подает, допустим, реализация, то, соответственно, что повлияло на это нападение реализации, вот это, значит, надо вот такую стимулирующую методу применять и продвижение товара, то, что мы называем промоушен, изменить вот таким образом. Почему показывает эластичность такова, значит, какая причина. Вот как раз это и есть современный экономист, это и есть современный управленец. И, соответственно, так как приходится каждому по любой специальности, по любой специальности, по любому направлению принимать очень быстро подобные решения, то в этом нам сейчас нужны цифровые технологии. И, соответственно, современная цифровая технология, современная цифровая экономика дает нам возможность оснастить выпускника, научить выпускнику этих методов, чтобы они очень быстро, буквально очень короткий промежуток времени реагировали на эти изменения. Любой руководитель от любого своего специалиста, именно экономического управленческого профиля ждет как раз таких поступков. И мы сейчас все свое обучение перестраиваем именно в этом направлении. Наука дает, математика дает новые методы, программирование дает новые методы. Все развивается. Психологическая наука, социологическая наука, самая чистая экономика дает новые открытия. И это все должно превратить в образовательные технологии и, соответственно, насытить этим нашего студента и нашего выпускника. Виталий, что вы сказали, рыночная экономика. Мы три десятилетия уже строим, соответственно, вы учите, казалось бы, рыночную экономику. При этом Запад на все это время, особенно последние десятилетия, говорит, что у вас экономика полурыночная, у вас государство там везде лезет и так далее. И пятое-десятое. Но сейчас мы видим, что западные страны, что принимают совершенно не рыночные решения и частный бизнес подчиняется этим решениям. То есть, когда компания говорит, что должен уйти, ведь мы понимаем, что далеко не все из тех, кто уходит с нашего рынка, они добровольно это делают. Они сами в кулорных разговорах говорят, что мы не хотим, но вот приходится. А вам не кажется, что, как в том властелении колец, мир изменился? И что сейчас по всему миру, по факту, получается, экономика полурыночная? Потому что мы видим страны Запада, Китай тоже, мы все знаем, там у них очень интересная экономика, госрегулирование там тоже есть. Но получается, и на Западе какой-то к черту рынок, когда вы уйдите из России, они говорят, ну, нам же выгодно бизнес. Нет, уйдите. А они должны сказать государству, мы не уйдем, вы не имеете права вмешиваться, они уходят. Вопрос очень глобальный. Это цивилизационного уровня этот вопрос. Да, все уже поняли сейчас, что мир изменился. Абсолютно правильно. Мир изменился. Мир требует новых институтов, скажем так, совместного управления. И я думаю, что эти изменения мы увидим. Сейчас, что касается самого рынка. Да, если взять разные страны, какой тип рынка в одной стране, какой тип рынка в другой стране, здесь, конечно, большое различие. Если сравнить, допустим, наш рынок, рынок, который в России, ну, конечно, это очень, это монополистический рынок, безусловно, где первую скрипку играют госкорпорации. Вы говорите, с Россией все понятно, но на Западе интересно. В других странах, в других странах, ну, там, наверное, в Соединенных Штатах рынок чистой конкуренции. В Европе тоже, в принципе. Но в любой стране политические решения стоят во главе рыночных. Они у нас все время учили, что они должны вмешиваться. А это никто не отрицал. Это попрекали в том плане, что они хотели, чтобы у нас более смелые шаги были в развитии рыночной экономики. А где же у них-то смелые шаги? Какой это рынок? Ну, рынок у них, это к рынку не имеет отношения. Это все равно политика. Все равно политика. Это все политические решения. Соответственно, политика все равно будет приобретена. И уже не выгодно. Как можно применить политическое решение, если ты несешь убыток, а Запад ведь на чем поднял, что они всегда прагматически смотрели на все. Видите ли, в чем дело. Я сейчас не буду вдаваться подробностей в этой ситуации. Но я думаю, что во все времена, пока есть этносы, пока есть государство, все равно политика будет давлять над экономикой. В этой связи, как раз завершая разговор, вы будете сейчас корректировать вашу программу, учитывая, что экономика в глобальном плане меняется? Мы, Роман, постоянно это делаем. И, кстати говоря, сама жизнь нам иногда эти корректировки прямо ставят нас перед фактом. И мы обязаны это сделать, и мы это делаем. Чтобы знания, которые вы даете, были актуальны, чтобы вам шли учиться. Чтобы это не была какая-то мертвая теория. Мы должны дать именно тот инструментарий, который ему завтра уже пригодится в реальной жизни. Давид Ильич, последний вопрос. Знаю ваших прекрасных заместителей, и вообще, сколько вы вам в культете, говоря об абитуриентах, вообще экономистах. А кто больше идет все-таки, парнем или девушке? В принципе... Может, есть мужская профессия все-таки? Знаете, когда я был студентом, у меня был один преподаватель, покойный из Туков, Спартак Александрович, который своим зичным голосом всегда говорил, бухгалтер, профессия мужская. Конечно, он это говорил в шутку, но в любой шутке есть доля правды. Если вспомнить западные фильмы, старые, или наши советские, бухгалтер всегда был мужчиной. Да. Всегда. Но в последнее время это как бы гендер поменялся, потому что новые инструментарии, новые методы, которые были применены в этой науке, они позволили женщинам занимать эти должности и очень прекрасно себя чувствовать. Ну, так кого больше? Сейчас, конечно, скорее всего, где-то так 70-60% женщины, и где-то 40-35% это парни. Ну, ладно. В принципе, тоже неплохо, правильно. Если кому-то хорошо быть бухгалтером, неважно, пусть или экономистом, или управленцем, пусть будет так. Это был Давид Ильич Муглашвили, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета. Была программа «Тема дня». До новых встреч.